Теперь мы можем рассмотреть разные другие примеры порядков и их свойств. У нас есть слово понятия частичного порядка и есть понятие полу, ну вот, линейного. Теперь есть такая задача, вот как проверить, есть ли у человека способности к программированию, если он никогда не видел ни компьютера, ничего. Есть такой тест, ну правда сейчас все уже видели компьютер, поэтому это не так интересно. А, ну, тест такой, ну вот, по крайней мере, я думаю, что вы все видели словари. И в словарях слова написаны в алфавитном порядке, ну в некотором порядке, словарном порядке. И это на самом деле очень важно, потому что я понял это в своё время, когда начался до слова китайско-русский словарь, и надо было перевести какой-то китайский текст. И, казалось бы, словарь есть, но выяснилось что-то сделать совершенно невозможно, потому что, ну, не зная правил, ну, хоть вот, неопытному человеку, почему, в чём была проблема? Ну, выяснили порядок алфавита. А там нет алфавита, там иероглифы. Там такие, там, я не знаю, там какой-нибудь там вот, нарисовано, что там в Китае, там чё-нибудь там вот как-то так нарисовано. Вот нарисован такой иероглиф. Есть целая книга, там 300 страниц, и она полна всякими иероглифами. Ну, невозможно, конечно, все смотреть, чтобы, значит, найти нужное. Но там есть некоторая система, состоящая в том, что, там даже две системы есть. В иероглифе есть как бы основные линии, и есть такие мелкие детали. Я уж не знаю, вот опытные люди как-то умеют отличать, какие линии основные, какие мелкие детали, и, соответственно, они группируются вот по этим основным линиям, и как-то там можно их найти. А другая система просто по количеству чёрточек, но тоже не поймёшь, когда вот так нарисовано, это одна чёрточка, две чёрточки, круг, или три, в общем, это целое-целое дело. То есть неопытному человеку, по-моему, без шансов проверить. А вот в словарях русских, английских, там все слова расположены в алфавитном порядке. Теперь, вот давайте, значит, тест состоит в следующем. Вот представьте себе, что вы хотите объяснить кому-то, кто никогда не видел словаря, что такое алфавитный порядок, как сравнить два слова. Вот, я имею в виду, есть слова, два слова, слова, алфавитный порядок. Вот давайте мы проделаем такой опыт. Вот сейчас пытайтесь в течение минуты или двух минут, попытайтесь в одной фразе на бумажке написать просто вот. Вот вы хотите коротко описать, что такое в учебнике, вставить фразу, инструкцию, как сравнить два слова в алфавитном порядке. Не надо сейчас ничего говорить. Вопрос. А, вопрос, да. А тот человек, которому мы объясняем, значит, знает таблицу аси? Потому что алфавит. Ну да. Так, это правильно, правильно. Прежде всего, нужно ввести линейный порядок на буквах. Его никак нельзя, ни из чего не видно, что это самое, что… Нельзя как-то научно объяснить, почему там буква «с» идёт до буквы «у». Это просто надо выучить. Тут никаких, так сказать, причин к этому нет. Какие буквы русского вы видите, как вы считаете? Тридцать… Тридцать… Тридцать две или тридцать три? Тридцать три. Тридцать три. Тридцать три. А это странный вопрос, какая группа «тридцать третья», почему некоторые люди говорят, что «тридцать две», а что они не считают? ЙОК. Да, они не считают буквы ЙОК. Интересно, между прочим, что это не только мы с вами путаемся, но даже в авторитетном каком-то словаре. Я там обнаружил мой учитель Владимир Андреевич Успенский, что в некотором словаре я забыл про какие буквы. Там имеется написано, там, ну так, в словаре есть словарные статьи, и там есть так, что статья про «у» и про «л». И статья выглядит так, что «у» – это там такая-то по счёту буква русского алфавита. Вот, и «э» тоже какая-то по счёту, но это явно друг другу не соответствует. Что? Вот эти числа, которые в этом словаре указаны, они на самом деле не согласованы. Потому что, когда они считали про «у», они забыли про ЙО, а когда они считали про «э», они вспомнили. Ну, и о близких к концу, поэтому они помнят, что всего тридцать три буквы, значит, тридцать вторая. А «о» они, видимо, так сказать, считали сначала, и когда считали, ЙО пропустили. То есть тут, действительно, это самое. Что? Оггого с конца считает. Ну ладно, да. Ну вот, нет. О, конечно, если бы они знали… Ну и, скажите, не знаю, что они так, в принципе, не знали, какие буквы есть, но… Так вот стали считать? Хорошо. Ну так чего? Значит, линейный порядок на буквах известен. То есть что значит, что буква предшествует другой, понятно. Ну вот, и теперь давайте попробуйте, напишите на бумажечке просто вот законченное предложение. Как в словаре, что там слово считается идущим… Слово так, там, А1 из букв, там, А1, А, К, считается идущим, идущим до слова, там, B1, BL, ну, это какие-то буквы. Если… И дальше вот надо написать, если что. Вот это как бы не изменяет программирование, но в программировании, в существенном, нужно объяснить компьютеру, что надо и как считать. И вот есть один из таких критериев к программистскому таланту. Это умение с первого раза четко сказать определение правильно. А не то, что сначала мы сказали неправильно. Если существует некий номер… Чего? Если существует некий номер… Надо написать на бумажке. Если вы напишите на бумажке. Вся идея стоит в том, чтобы на счете говорить… А, да, 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 еще надо вот, если вот… Искусство программистское это уже сразу писать правильно, вот без этих всех исправлений и этих самых ревизий, версий, чтобы сразу программиров… Нет, я на них все знаю, что такое отловидный порядок. То есть словари все видели, и не надо это как бы индуитивно, мы все понимаем одно и то же. То есть там, я не знаю, про два слова никто из нас не скажет, что не будет спорить, какое идет раньше. Но это вот такие математические… Ну, искусство математического изложения, оно отчасти противоречит даже школьному искусству писать сочинению. Потому что в школе надо написать там не меньше четырех страниц, и как бы неизвестно чего. А тут надо написать, наоборот, как можно короче и как можно яснее. И известно, что надо написать. А надо только это сформулировать отчетки. Ну что, вы все писали, поднимите руки, если у вас готово. Что, вы не знаете, как в словаре, не можете объяснить, что в словаре идет до чего? Так, давайте вы. Если А1АКАТА меньше, чем В1Б… Если, значит, А1АК… А1АКАТА меньше, чем В1Б… Нет, ну хорошо, вам это надо объяснить. Потому что мы знаем, как сравнивать буквы. А здесь вы говорите, что прямо сравниваете слова. Значит, надо как-то… Это вы как бы определяете, ну, через само себя. Это программирование называется рекурсивная процедура, но так она не будет работать, потому что она себя вызовет, и себя опять вызовет, и все за всякие. Сейчас, кто еще? Ну, давайте вы. А1АКАТА идет до В1Б… В этом фекторе, если АН меньше В1Б… И А1 равно В1… А2 равно В2… Если АН меньше В1… АН минус 1… Сейчас, и… Допонятно, слишком быстро, я не успеваю. Если АН меньше В1… И… И… А1 равно В1… А1 равняется В1… А1 равняется В1… А2 равняется В2… Троеточие… Троеточие… АН минус 1… АН минус 1… АН минус 1… Равняется В… АН минус 1… Минус 1… Хорошо, значит, теперь педанты захотят вас, значит, раскритиковать. Что они скажут? Что в этом определении неясно? Что такое «Н»? Сейчас, что такое «Н», спрашиваю. Что такое «Н»? «Н» – это буква, на которой в конечном итоге эти слова различаются. То есть, можно сказать так, что если найдется «Н», найдется такое «Н», что… Вот все вот это. Вот так это вы хотели сказать, да? Да. Хорошо, теперь, значит, вам… Есть просто такое определение, что слово «А» считается идущим до В1 были, если найдется такой «Н», номер буквы, ну, который есть в обеих словах «АН» и «БН», при этом «АН» идет в алфавите раньше, чем «БН», а все до этого идущие буквы, все друг с другу совпадают. Вот сейчас, теперь искусство непрограммирования, а «Тестир» к «Тестирам». Что в этом мыли? Или проверки программы без выполнения. Такая есть проблема. Если они отвечают за поверху их буквы, это алгоритм не будет? Нет, ну, например, если у нас имеется слово «код» и слово, там, я не знаю, «ток», то можно ли применить, но код идет, конечно, раньше. Но если в таком случае «Н» будет равно 1, вот это вот «А» первое равно «Б» первое предполагает цикл… Так, то есть, тут нас исправка, там, конечно, нет. На самом деле, правильно это понимать, такое «Н», ну, оно, начиная с единицы. В данном случае «А» первое меньше, чем «Б» первое, но этих просто нет. Ну, какого предыдущего букв нет, поэтому, значит, ничего не нарушается. Хорошо, значит, теперь, видит ли кто-нибудь здесь какую-нибудь проблему, или это правильно? Сейчас, подождите, вы видите проблему, или считаете, что правильно? Нет, вижу проблему. А кто-нибудь еще видит проблему? Какие два слова, вы видите проблему? А еще кто-нибудь видит проблему? Что же вот это самое? А, вот вы видите проблему. Ну, давайте, вы еще не говорили, скажите. Получается то, что… Сейчас, какие слова не удастся сравнить? Давайте приведем пример. Пример «код» и «котенок». Да, вот есть такое слово «код» и слово «котенок». Чему равно так? Ясно, что «код» в словаре идет до «котенка». А чему тогда равно «н»? Что? «Н» равно переполнению массива. Ну, я чувствую, что вы много в жизни программировали, и тяжелый жизненный опыт уже приобрели в этом отношении. Хорошо, но есть никакого переполнения массива? Может, «н» равно 4. «Н» равно 4. «Н» равно 4. «Н» равно 4. В чем случае там будет просто ноль, ну, как бы там будет пустая буква, которая идет раньше всех. Надо просто изначально сказать, что пустое место определяется как нулевая буква. Ну, можно так сказать, тогда у нас слова станут бесконечными, это немного запутает дело. Но это правильно вы говорите, но можно сказать просто вот здесь, что если «а-н» меньше «б-н» или просто «а-н» нету. А «б-н» есть. Ну, а эти все есть. То есть надо, чтобы вот эти все слова были. А в последнем месте разрешается либо, что «а-н» меньше «б-н», либо, значит, просто одно узло выходило, а то другое еще продолжается. Так устроен словарный порядок. Это уже проще ничего не... Как это можно еще сказать? Ну, можно сказать, что все слова продолжены бесконечно с нулевыми символами, и мы сравниваем эти символы. Ну, тогда это определение тоже можно. Да, кстати, может кто-нибудь может объяснить, почему трудно пользоваться словарями дореволюционного издания? Вот догадайтесь. Наверное, были другие буквы. Ну, в алфавите были другие буквы. Ну, там были «фита» всякие там, но те буквы, которые есть, они жили в том же порядке, мы не переставляли никакие. Ну, вот скажем, в чем будет проблема с котом и с котенком? Почему до революции они были в другом порядке? Да. А там определялось словарь только по первой буквы и не ищи дальше? Как это? Нет. Ну, я не знаю, может быть там в 15 веке по первой букве, но вот у меня есть словарь начало 20 века. Да. Какая проблема дальше? Скажите выбору. Конечно. На самом деле кот писался не так, а писался вот так. Не очень. Ну, а котенок писался вот так. Я так подозреваю, что никакой ятичь и ты здесь вставить некуда, поэтому, наверное, ровно так и писалось. И поэтому, естественно, сравнивались буквы и это самое, и котенок оказывался до кота. Поэтому нам это непривычно, мы начинаем его искать, а там его нет. Точно так же вот, когда есть эти алфавитные указатели к статьям разных авторов, там тоже есть такая проблема. Например, у меня есть такой коллега, которого зовут Питер Гач. И вот он пишется вот так. И вот из-за этого он оказывается в алфавите иногда после всех букв А, ну и не только букв А, но вообще после всех там, Г и Е там, и его там трудно найти, и всегда я думаю, как и так, почему у вас статей нету, а потом оказывается они просто нету. Вот. Хорошо. Значит, это называется линейный порядок. Графический порядок, он линейный. Продолжение следует. Продолжение следует...